Приветствую вас. Если говорить про общение, да, и про упражнения непосредственно, то есть про то, что вот можно по сути в виде такого обучения, навыку выработать, то тут конечно хорошо помогает группе общения. То есть просто если у вас есть, в вашем городе есть вот такая история как группа общения, то как бы можно было бы порекомендовать вам на эти группы походить, а штука да штука это довольно полезно. Это первое. Но, как совершенно справедливо заметил мой коллега, Кудрышок Игорь Леонидович, Проблема лежит конечно не в том, что у вас нет каких-то навыков, а в том, что вы в общем-то очень много думаете, очень много о себя оцениваете, очень много о себя как-то осуждаете и так далее. Вот. То есть с одной стороны это обесценивающая тенденция, с другой стороны это страхи, страх оценки, страх осуждения, может быть страх критики. Вот. Ну вероятно, 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 может быть как одна из причин, ну как один из вариантов это проблема стыда. То есть вот вы можете просто, ну просто стыдиться, значит, в себя, да, вы можете просто стыдиться чего-то в себе. То есть это вот то, что мешает. Это тоже называется комплексами, это то, что человеком в себе не понимается и, соответственно, из этого не складывается общение и личная жизнь. Следующий момент, это модель женского поведения. То есть понимаете, какая штука, я бы не сказал, что вам нужно прям вот на этих, как вы пытаетесь, ну, как вы пытаетесь сказать, что мне нужно быть там другой, например, это это или нет. Я бы не сказал, что вам, что вы обязаны быть, ну, быть другой, именно вот в плане того, что, ну, чтобы быть, например, более активными, да, допустим, в общении с мужчинами. Если только вы этого сами не хотите, вы можете, в принципе, в принципе, вы можете быть и пассивной. То есть как бы в этом ничего плохого нет, если вам хочется быть такой. Но момент в том, что в этом случае нужно привлекать мужчин. Вот. Нужно вести себя так, чтобы они к вам подходили. Вот. Вот. То есть нужно, как бы отвечать за выбранную модель поведения. Вы говорите, что вам нравятся те люди, которые не нравятся вы и здесь, на мой взгляд, классическая история переноса. Это когда в человеке мы видим, что мы замечаем и любим то, что хотели бы видеть в себе. Вот. Соответственно, к этому тянемся. Вот. Но при этом, как бы, по сути все, что мы хотим это через другого человека стать тем, кем мы хотим видеть себя. Вот. Вот. И из-за этого, из-за этого общение может не складываться еще. Да. То есть, ну, вот в этом может быть такая проблема. Серьезно. Да. И, соответственно, на мой взгляд, нужно с этим разобраться вам. Да. То есть, нужно разобраться с тем, какую, ну, природу имеет симпатия. Ваша симпатия. К мужчинам, да. То есть, что она из себя представляет из симпатии. И действительно ли это симпатия, может, может быть, это, там, что-то другое. Да. То есть, как бы, ну, может быть, это, какой-то другой вообще элемент, который, с, собственно, симпатии вообще общего ничего не имеет. Такое, в принципе, может, тоже может быть вполне. Вот. Просто вы этого не замечаете. Повторюсь, вам нравятся те люди, которые мне нравятся свои интерсеты. А вот очень явно свидетельствуют о том, что вы пытаетесь что-то добрать от, ну, от человека. Я не говорю, что это прямо обязательно плохо. Я просто хочу сказать, что нужно обратить на это внимание, как на самостоятельный такой, ну, самостоятельный фактор, самостоятельную проблему, скажем так. Да, да? Вот. Это то, на что вам нужно обратить свое внимание. И, конечно, некоторую сложность. Мой взгляд представляет то, что, по сути, у вас отсутствуют интересы. Я так вот понял, то есть, общение, оно должно строиться на чем-то общем между людьми. Если у вас есть трудности с интересами, а работа у вас взрывает апатия, то есть, она вам не интересна, ну, вот, то, соответственно, да, в какой-то степени будут проблемы с устраиванием отношений между людьми, потому что общение – это что-то общее. А что общего, то, что интересно. А что интересно, не совсем понятно. Здесь важно развивать свои интересы, свои увлечения, да, и важно смотреть на то, что вы можете предложить и дать всем людям, да, чтобы общаться в первую очередь с людьми, а не, допустим, там, с мужчинами, да, и так далее. Это очень важный момент. Мне кажется, что, ну, вот, и свои интересы тоже подавляют. Ну, последний момент, он, в принципе, такой, на мой взгляд, несколько второстепенный, потому что он вытикает прямо из всех тех аспектов, которые, ну, на которые вам уже было обращено внимание. Но, тем не менее, вот, то, что вы себя сравниваете, да, то есть вы говорите, что вот я могла бы, там, вот это вот, ну, это вот то, что вы говорите, что я могла бы, там, действовать как-то вот по-другому, например. Это вот такое, получается, оприцание своих, ну, своей индивидуальности. То есть, что-то, может быть, вы и могли бы, что-то, но только что-то. То есть, вы, вот, как будто, требуете от себя на, вот, ну, на, практически, вот, постоянной основе, да, вы требуете от себя, там, я не знаю, быть той, кем вы не являетесь. То есть, вы словно говорите себе, я должна быть, вот, обязательно, вот, такой-то или такой-то, вот. И я себя корю за то, что я такой не являюсь. Но, здесь нужно понимать, что, когда вы себя корите, то это, несмотря на весь негатив, даёт определённый плюс. То есть, когда я себя корю, я понимаю, что я плохая, когда я понимаю, что я плохая, ну, в общем-то, все становится, так скажем, просто, все становится понятно, все становится, ну, в какой-то, в какой-то степени, в какой-то степени определённым. Вот. И, соответственно, я чувствую себя немного лучше, несмотря на то, что в целом-то, в целом-то, в целом я себя корю-корю. И получается, что вы можете становиться зависимым от того, что как себя корить. Вот, поэтому корить себя и, вот, как-то ругать обещания, вот сюда, эта позиция, ну, немножечко не та, которая ждёт вам даже. Знаете, то есть, э... Вот важно... Важно рассказать, э... такой вот, э... ну, важно донести на вас такой нюанс, что вам не нужно становиться, значит, образно говоря, прекрасной, вам не нужно становиться самой собой, да, через изменения, через подстраивания. Вам нужно становиться самой собой через раскрытие себя. Это могут быть недостатки, это может быть то, что не нравится людям, но это вы. И вот то уникальное индивидуальное, да, что есть, вот это нужно раскрыть, чтобы люди это увидели. Если они это увидят, то вы получите ровно то общение, которое вы, ну, достойно, которое у каждого человека нашли. Важно еще понимать следующее. Существует такое понятие, как сверхмотивация. Понятие сверхмотивация, сверхмотивация, как, я надеюсь, в, очевидно, из нового, это чрезмерное желание чего-либо. То есть, когда я чего-то чрезмерно хочу, вот, общение с людьми, в какой-то степени, в идеале, должно предследовать только общение с людьми, в качестве цели. То есть, при общении с людьми, по возможности, по возможности, не должно быть ничего другого. Вообще. Поэтому вам необходимо разобрать ваши желания, рассмотреть их, вот, именно свои желания, именно вот, то, чего вы я хочу, и, рассмотрев их, в какой-то степени, удовлетворять каждое желание по отдельности. Сейчас слишком много ваших целей связано с людьми и с мужчинами. При таком раскладе, конечно, не будут складываться отношения, потому что вы слишком напряжены. Слишком, слишком напряжены. Понимаете? Слишком за... Слишком замотивированы на то, чтобы общаться с мужчинами. Ну, с мужчинами, например. Вот. А это делает вас не свободной, в свою очередь это делает вас неестественной. Вот. И раз это делает вас не свободной и неестественной, то ничего не получается, к сожалению, к сожалению, это работает именно так. Вот. Такая вот история. Такой момент, то есть упражнения, опять же, если мы говорим об упражнениях, то это, то здесь можно назвать, круг-группы общения, самобычное от общения. Вот. Ну, в целом это психотерапия. Это психотерапия. Вот это помощь вам в проработке своих трудностей, своих комплексов и своих проблем. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи!